Можете присаживаться. Приветствую всех, дорогая церковь. Знаете, хотел сказать такую вначале, краткую мысль. И, знаете, дорожите той возможностью, что у каждого из вас есть силы, есть здоровье, есть возможность финансовая, физическая присутствовать здесь на служении, на собрании. Знаете, как-то, говоря о статистике, вот как-то в последнее время слышишь, там где-то какая-то авария произошла, что-то случилось, там что-то случилось, и люди уходят с этой жизни, у них уже не будет возможности прийти сюда. Другой брат, сестра, другой друг, у тебя сегодня есть возможность быть здесь, у тебя есть возможность слышать слово, у тебя есть возможность прославлять Бога в песнях, у тебя есть возможность молиться Ему, делай это усердно. И знаете, как-то так получилось, что на прошлой неделе я не был в служении, а ты так чуть-чуть переболел. И знаете, когда все-таки смотришь служение, можно сказать, онлайн, у тебя нет возможности, на самом деле это другое. Дорогие друзья, дорогие братья церковь, цените по-настоящему вот такими настоящими служениями, не просто по экрану. Понятно, что у кого-то нет возможности, кто-то с детьми, кто-то в силу возраста, но если есть какая-то возможность, приходите здесь, на самом деле как-то более внимательно услышится слово, более какие-то глубокие молитвы проходят. Теперь, дорогие друзья, как-то читал один псалом, он мне как-то так, знаете, запал в мысль, и как-то я вот его все перечитывал, 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 и сегодня я решил вместе с вами этот псалом рассмотреть. Псалом 110, весь псалом мы с вами рассмотрим, достаточно краткий, псалом 10 стихов, псалом 110. С первого стиха. Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук его, истина и суд, все заповеди его верны, тверды на веки и веки, основанные на истине и правоте. Избавление послал он народу своему, заповедал на веки завет свой. Свято и страшно имя его, начало мудрости, страх Господен. Разум верный всех, исполняющий заповеди его, хвала ему, пребудет вовек. Аминь. Прекрасный псалом, на самом деле очень глубокий псалом. И как-то я вот перечитывал, почему-то я сам себе давал ответ, что вот, да, последний стих, начало мудрости и страх Господень, фактически мы вот эту часть знаем наизусть. А вот вторую часть, третью часть как будто пропускаем. Предлагаю сегодня рассмотреть вот этот псалом более внимательно. Что же такое псалом? Псалом, все мы прекрасно понимаем, это хвалебная песнь, определенный жанр, форма иудейской, христианской, лирической, молитвенной поэзии. И самое интересное, что вот 150 псалмов, но они настолько оригинальные, и они составляют целую книгу Псалтырь. И сегодня мы с вами вот рассмотрим более подробно вот этот 110. В 110-м псалме на самом деле нет какого-то заглавия. Основная тема этого псалма – дела Божьи, явленные в творении, провидении и благодати. В этом псалме ведется размышление о том, как важно для народа Божьего знать своего Создателя. Такое знание, обращенное в повседневную деятельность, в повседневную жизнь, становится истинной мудростью и корнем нашего истинного, настоящего поклонения. Слишком, к сожалению, многие из нас не подозревают о том, что совершил Творец. И оттого, к сожалению, в наших сердцах иногда же живет недопонимание. И мы не славим Бога как должно, как правильно. И этот псалм нам в этом подсказывает. И от этого есть только, как говорится, одно спасение – помнить о делах Господа и прилежно размышлять о них. Псалм 110, первый стих. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Псалм начинается со слова «аллилуйя». И на самом деле в этом слове вкладывается особый смысл. Само слово «аллилуйя» я искал такое, что значит это в еврейском. В еврейском это посыл «славить Господа». И следующий «аллилуйя.славлю Господа». То есть посыл «славить Господа» и намерение псалмопевца, что он славит Господа. Пускай это будет примером для нас, что нам необходимо славить Господа. И решение самого автора «славить Господа», не сдерживаясь ни на что, ни на какие-то дела. В середине стиха написано «всем сердцем моим», всем сердцем. Не частью сердца, не какими-то мыслями, не частично 50 на 50, 30 на 70, а полностью всем сердцем. Отодвигая все заботы, отодвигая все какие-то сомнения, всем своим сердцем. И здесь псалмопевец принимает решение прославить Бога. И мы должны побуждать себя к этому. Исполнять этот долг, исполнять это решение славить Бога. И хотел бы подчеркнуть такую мысль. Более того, что бы ни делали другие, то ли они будут славить Бога, то ли нет, мы обязаны принять решение славить Бога, совершать это. Мы и наши сердца. И именно такое решение принимает псалмопевец. Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим. Я думаю, что каждый из нас в сердце можете сказать «славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим». Мое сердце и сердце каждого из вас целиком должно быть посвящено возвеличению Господа. И тогда Бог будет совершать определенный труд с вами. И хотел бы еще такой следующий момент отметить. В первом стихе написано «всем сердцем моим совете праведных и в собрании». Отметим, что мы должны Бога на самом деле всегда славить. И публично, и в собрании, и в молитвенном собрании, и наедине. И даже если вы где-то обедаете в кругу семьи, прославляя в молитве Бога, это на самом деле тоже славит. Это не должны быть какие-то дежурные фразы «Господь благословит эту пищу», «Аминь». К сожалению, некоторые делают, и иногда я так делаю. Но даже в этом давайте постараться прославлять Бога. И, можно сказать, делать такой небольшой итог первого стиха. Скажу такой псалом, 101-й, первый стих. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Переходим к следующей части 110-го псалма. Это будет со 2-го по 5-й стих. Псалом 110, со 2-го по 5-й. «Велики дела Господни, вожделены для всех, любящих Он и. Дела Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделаны чудеса свои, милостив и щедр Господь, пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет свой». На самом деле, такие очень хорошие слова, такие достаточно такие емкие. Это четыре описания таких дел. Господник, приведенный здесь, относится ко всему, что Он делает. «Велики дела Господни» во втором стихе написано. «И изучение этих дел полезно для всех, любящих Он и. Эти чудесные проявления Его славы, величия и правды Его пребывают вовек». Это 3-й стих. Псалма 1-й предлагает нам обратить внимание на дела Господни, как на должный, единственно правильный объект для наших размышлений. «Когда мы славим Его на действии Его провидения в отношении этого мира, церкви и отдельных людей». Во втором стихе такие слова. «Велики дела Господни, вожделены для всех, любящих Оное». Дела Божьи очень величественны. Не просто величественны, а весьма очень величественны, как и Он Сам. В них нет ничего ничтожного, незначительного, что-то такого мелкого. Вы знаете, к сожалению, чем славится наша эпоха 21 века, что что-то такое любят упускать. Вот это не сильно сейчас актуально. На самом деле, если написано это в Библии, это актуально и сегодня. И мы не имеем права это делать так, что вот это я принимаю на 100%, а это, к сожалению, меня не касается. Мы этим грешим. Дела Божьи, здесь написано, велики дела Господни. И мы не имеем права, как сказать, разменивать это Слово Божие. Переходим к следующему стиху. Третий стих. «Дело Его, слава и красота, и правда Его пребывает вовек». Это Его дела. В них проявляется такая красота и гармония провидения, которая вызывает восхищение всеми проявлениями. И знаете, к сожалению, нашими делами мы не можем сказать, что все наши дела — это слава и красота, а дела Божьи — все. Все слава и красота. И тот и говорил, что вот все дела Божьи, они словно объединены одним планом. И знаете, хотелось бы поправить этого человека не словно, а они на самом деле объединены одним планом. И воспринимая вообще все вместе, можно сказать, дела Божьи, все то, что говорится в Библии, мы на самом деле увидим, что все то, что говорится к нам в Ветхом Завете, в Новом Завете, есть слава и красота, которая такая же, как и Он. И все интересующиеся ими принимают их во внимание, размышляют о них. И мы на самом деле должны в это вникать, мы должны об этом размышлять. И я хотел бы обратить внимание на таких три позиции, три мысли касательно третьего стиха. Первая такая мысль — «Все истины, любящие Бога, наслаждаются Его делами и считают благоприятным все, что Он делает». И наши мысли должны больше всего любить, пребывать в размышлениях о делах Божьих. И чем больше мы вглядываемся, всматриваемся в эти дела Божьи, тем мы глубже понимаем, кто такой есть Бог. И все, кто изучал что-либо, кто-то изучает строение машины, кому-то интересно, как дом строится, и все мы понимаем, что пока мы не вникнули хорошо в дело, специалистами мы не можем быть. И на первом этапе, если мы совсем не понимаем суть дела, мы можем только, к примеру, если брать машину, ремонт, можем только ее сломать. Ну вот факт такой. И только на том моменте, когда мы поняли, как работают какие-то агрегаты, мы можем, по крайней мере, разобрать, снять и положить на место. И только после какого-то момента тщательного изучения всех узлов и агрегатов мы можем это поремонтировать. Так же самое в общении с Богом. Если мы не знаем Бога, мы с Ним не общаемся, мы не можем понимать, кто такой есть Бог. Мы не знаем Его характера, мы не знаем того повеления, которое Бог дал касательно нашей жизни. И только когда мы хорошенько вникнем в Его Слово, когда мы с молитвой будем приходить в общение к Нему, тогда Бог к нам откроется. Следующая мысль. Тот, кто наслаждается делами Божьими, не будет, как бы так сказать, довольствоваться каким-то первым поверхностным взглядом. Знаете, это как... Я снова приведу пример. То есть пытаясь поремонтировать машину, научился снимать деталь, ставить на место, окей, все, отлично. Мы этим не будем довольствоваться. Только я начал разбираться, где ветки, где Новый Завет, а на самом деле этого мало. Мы не будем довольствоваться каким-то первым поверхностным взглядом. Мы будем усердно исследовать, усердно вникать, шаг за шагом становиться ближе к Богу. Следующий пункт дела Божьи исследуем мы со смирением, с усердием в вожделенную. Есть такое выражение, кто ищет, тот найдет. И на самом деле Бог непременно вас благословит. Если мы будем в это вкладывать какое-то усердие, усилие, раз за разом, шаг за шагом пребывать в его правде, Господь нам откроется. Следующий стих, это четвертый. Памятными соделал он чудеса свои, милостив и щедрых Господь. И чудеса Божьи, они на самом деле восхитительны, мы и замечательны, и запоминающиеся. Здесь много прилагательных можно использовать, и кто читал Библию, на самом деле, когда Иисус кого-то исцелил, мы прям запоминаем. Даже у детей спросить, они чаще всего запоминают такие моменты. Чудеса Божьи, на самом деле, они запоминающиеся. И здесь написано, памятными соделал чудеса свои. И, наверное, нам, как людям, об этом тоже необходимо помнить. С какой стороны? Ну, в первую очередь, такое, что когда у нас возникают какие-то вопросы, нам не нужно в первую очередь стараться сказать, вот, я такой молодец, я все решу. А все-таки мы понимаем, что Божья сила, Божья мудрость, она намного выше нашего какого-то разума. И Бог в нашей жизни может сделать такое огромное чудо, количество чудес, которые здесь написано в Библии, их достаточно много. Он может сделать такое чудо, что наше решение, оно будет даже порой какое-то смехотворное, потому что мы поймем со временем, что, возможно, мы вообще не понимали, что вообще мы нарешали. С другой стороны, мы можем понимать, что мы вообще хотели что-то сделать себе живо вред. И здесь такое слово, памятными. Мы должны помнить об этом. Это должно быть у нас на памяти. И кто-то говорил, когда люди идут обучаться в автошколу, проходит время, и вот все, кто обучается в автошколе, они вот эти вот правила фактически на зубах знают. Можно ли там переходить, а там можно, здесь нельзя. Какая скорость при таких знаках, а вот там, а в таких условиях, а в тумане, а можно там так ездить или нельзя. И вот в то время все настолько хорошо прям запомнили вот эти правила. И знаете, пускай такой какой-то будет небольшой пример для нас, чтобы вот мы даже лучше, чтобы для нас это была какая-то нулевая ступенька, чтобы мы даже лучше ориентировались в Библии, чем вот в то время вот эти, можно так сказать, назовем курсанты, как перед сдачей экзамена в ГАИ. Он достаточно серьезный, достаточно строгий, и не все с первого раза сдают. Я не с первого раза, кстати, сдал. И пускай для нас будет каким-то таким вот просто примером, чтобы, ну, примерно так для нас это, можно сказать, нулевая ступенька, мы должны знать Библию. А дальше еще больше. Следующее. Следующее я бы хотел сказать касательно пятого стиха. Пищу дает боящимся его, вечно помнит завет свой. И, можно сказать, это еще один пример милости Божьей и его благодати является, что он дает нам пищу. И, знаешь, такой век современный, можно сказать, ну, как бы ладно, дает и дает. Но здесь я бы предлагал бы все-таки как бы обратиться к некоторой памяти, особенно к истории бабушек, дедушек, и на самом деле в то время, когда они не доедали, не хватало еды, и Бог выходил навстречу каким-то особым образом в сердцах каких-то людей располагал, благословлял через каких-то вообще совершенно незнакомых людей. И на самом деле это великое благословение, великое благословение, что Господь нам дает пищу, что мы сегодня сыты, обуты, одеты. И как бы для нас, как будто это не популярная тема, но те люди, когда, особенно по рассказам вот миссионеров, которые ездят в Индию, в Африку, они скажут, братья и сестры, для нас это на самом деле огромное благословение. И за это мы тоже должны благодарить Бога. Бог нам дает хлеб насущный и пищу. Самая интересная такая одна мысль, Бог нам дает пищу, подходящую именно для нас. И Бог на самом деле нас очень сильно любит. хотел бы, как сказать, небольшой итог из этих трех стихов сделать, второго, третьего, четвертого, пятого. Эти стихи являются залогом того, что Бог сделает для нас в будущем, того, что делает для нас Бог и сейчас. И нам важно понимать, что это не просто какая-то такая история, которая хорошо описана в Ветхом Завете, описывалась давным-давным-давно. На самом деле это Божье Слово, которое действует прямо сейчас в вашу жизнь. И оно будет действовать и потом. Согласно Его обетования, Он вечно помнит Завет свой. И знаете, как бы мы, как люди, многие вещи не можем помнить вечно, а Бог помнит вечно. И следующий такой итог. Иногда мы, как народ Божий, имеем какие-то слабости, чем-то забываем Его заповеди, но Бог помнит вечно Завет свой. Пускай для нас это будет каким-то таким напоминанием. Следующая часть псалма, это 6 по 10 стих, предлагаю сейчас рассмотреть. Силу дел своих явил Он народу своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его истинной суд, все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу своему, заповедовал на веки Завет свой, свято и страшно имя Его, начало мудрости, страх Господен, разум верный у всех, исполняющий заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек. Эта часть псалмана у нас по-особому учит воздавать славу Богу за те великие, чудесные Его дела, которые Он совершает для нас, для Своего народа. В шестом стихе такие слова «Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников». Много раз Бог вообще доказывал Своё могущество, демонстрируя Свою силу и показывая, что для Него нет ничего возможного. И в этих стихах упомянуты две вещи, свидетельствующие о силе дел его. И здесь говорится о наследии язычников, то есть владение, которое Бог дал Израилю в земле хананской, чтобы дать ему наследие язычников. Он сделал это во времена Иисуса Навина, когда народы были подчинены Ему, и во времена Давида, когда многие соседних народов подчинились Израилю и стали платить денежную, дань, стали платить дань. И народ израильский видел Божье могущество и знает, какая сила готова поддержать их в любой момент. Я хочу, чтобы мы с вами понимали эту мысль, понимали, что не просто народ израильский, сегодня и я, и ты можем видеть это могущество еще в большей-большей степени. И если Израиль видел силу Божию, получая от него физическое пропитание, то сегодня здесь и сейчас мы можем видеть и чувствовать даже используя такое слово безмерное могущество силы Святого Духа в его духовных проявлениях, его духовных чудесах, его духовной поддержке. И можно так сказать, как велико могущество Господа, которое подкрепляет нас в тяжелых обстоятельствах своей единой благодатью. И кто-то может сказать, ну, как бы тяжело в каких-то трудных условиях нахожусь. Возможно, Господь тебя поместил в такие условия, чтобы по-особому явить вот это, можно сказать, явить свою силу, явить эту поддержку. И чтобы мы понимали, что нет наших-то усилий, мы смогли с этой проблемой выбраться. Это реально милость Божия. И как-то такой слышал вопрос, разве мы могли бы узнать силу Господа, если бы Он не явил бы нам эту милость в час нужды. На самом деле, мы, как люди, часто по-особому взываем к Богу, только когда находимся реально в нужде. К сожалению, это факт. И хочу сейчас перейти к девятому стиху. Избавление послал Он народу своему, заповедовал на веки завет своего, свято и страшно имя Его. Многие избавления, которые Бог совершал для своего народа, когда своими безакониями они давали себя в руки своих врагов, но Господь послал избавление народу своему. И Господь не просто выводил народ из Египта, но помогал ему. И вот эти все искупления, которые совершал Господь для искупления в Иерусалиме, вот это искупление оно может произойти не просто там, когда-то для того народа, оно может произойти для твоей жизни сейчас. Теперь хочу рассмотреть 7-8 стих. Дела рук Его истинный суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основанные на истине и правоте. Здесь достаточно крепкие слова, мощные и хотелось бы сказать, что Божьи слова и дела стабильны. И вот эти слова на самом деле очень такие серьезные. И то, что можно сказать, то, что Бог совершил, оно никогда не погибнет. Бог сам не разрушит свое дело и люди не смогут. Дела рук Его истинный суд, то есть они основаны на истине и правоте. То, что Бог делает, оно согласуется с вечными принципами и аргументами, справедливостями, советами Божьей мудрости и стремлениями к Его воле. И мы как люди должны надеяться, что начатое Богом, оно совершится. И дело, которое ведется Богом, оно на самом деле пройдет, устоит, не обвешает, потому что иногда мы почему-то склонно обесценивать, а как бы Бог не вступается в эту ситуацию. Ну, к сожалению, ну, наверное, Бог это как бы так не заметил. В самом деле нет. Дело рук Его истинный суд. Все заповеди Его верны, все заповеди, без исключения. Если какая-то ситуация идет в нашем понимании, возможно, нам нужно обновиться, возможно, у нас где-то есть проблема, а мы уже с Богом не общаемся. То, что Бог сказал, оно никогда не станет несказанным. Все заповеди уверены, все они направлены и устойчивы. Его цели, Его предписания все будут достигнуты. Хотел бы сделать таких пару выводов, исходя из этих 7-8 стиха. Все дела Бога показывают, что Он всегда верен и справедлив. Все заповеди Его абсолютно истинны. Он всегда держит обещания, исполняя их преданно и с честью. Все это часть Его завета, который нерушим. И переходим к 10-му стиху. Начало мудрости страх Господен, разумный верную всех, разум верную всех, исполняющий заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Страх Господен это и начало мудрости и одновременно сказать суть мудрости. когда мы на самом деле не имеем вот этого страха, то вот к этой божественной мудрости к сожалению вряд ли мы сможем прийти. И можно так сказать бояться Бога вообще на самом деле разумно не только на том основании, что имя Его страшно, Его природа святая, а так как это благоприятно для самих же нас. Потому что эта мудрость божественная она направляет нас говорить и действовать и мыслить и вести свою жизнь повседневно так как должно. Если мы этой божественной мудростью наполняем свое сердце читая Библию изучая молясь то только лишь в том случае вот это божественное направление в нашей жизни оно будет работать и человек никогда буду использовать такое слово не станет мудрым пока не начнет бояться Бога. Вся истинная мудрость берет свое начало от истинной правильной веры и основывается на ней. Мы понимаем что вся истинная правильная вера это от Бога. Нет человеческих источников которые могут подсказать где взять истинную мудрость. разум верный у всех это вторая часть стиха исполняющий разум верный у всех исполняющий заповеди его. Он достаточно такой категоричный стих если его посмотреть более внимательно то получается если посмотреть от обратного то тот не исполняет заповедь его то у них получается разум неверный задумайте еще раз прокрутите этот стих наоборот и получается что исполнение заповедей Божьей является доказательством нашего здравомыслия скажем так и зададим такой вопрос разве Господь не достоин послушания что неразумного чтобы повиноваться Господу во всех своих путях и исходя из этого отрывка священного писания получается не покоряется Богу лишь тот кто лишен этого разума и повседневное насохождение наша жизнь наш каждый шаг наш каждый ответ каждое решение является показателем вот этой мудрости либо она у нас есть либо у нас ее нет а и третьего не дано и к сожалению вот этот факт на самом деле тоже стоит как бы признать реальным что некоторые из нас обладают как бы прекрасными знаниями хорошо умеет говорить хорошо знает историю и как-то мне один человек рассказывал что с кем-то разговаривал в городе и тот человек настолько хорошо знал Библию вот прям так даже мог и переспорить и как-то ну было сложно вот вести какой-то диалог беседу и вот к сожалению да вот таки есть люди которые хорошо знают слово писания как просто историю но здесь важно понимать что мы должны подчинять себя вот этому слову Божьему не просто как хорошая интересная история это на самом деле живое слово для твоей и моей жизни и хотелось бы сделать такие итоги из этого псалма только человек чтущий Бога идет по пути мудрости чем больше мы повинуемся Богу тем больше света будет в нашей жизни и повиновение это орган духовного познания это не признак твоей слабости это орган духовного познания повинуйся Богу и интересное такое толкование прочитал одно сейчас я хотел бы вам поделиться оно запомнилось истинное познание Господа не у того кто теоретически в него верит верует но кто живет согласно его заповеди теория и практика теория и практика вера и жизнь должны быть объединены и братья и сестры Господь достанет чтобы славить его имя вовек давайте мы встанем и помолимся спасибо 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 спасибо